4 апреля, 24-й год, Кашинакай, чужой мы тебя были на Гасея Мухараш, утреннее Харикар. Да, ваше сокрытие на Копе, в садах вы обретете общение с садом. Малиханья, Сейвич, Коре Арубхан, Срабхан, Кирчан, Джолей, Корахан, Сечан. Считане Махапрабху, он говорит, Брахман Добрамите, Брахман Добрамите, в этом материальном мире невероятное количество джив, Ананта Котти, значит, что миллионы и миллионы джив. И каждая джив, она скитается в круговороте рождения и смертей, в зависимости от своей кармы. Миллионы и миллионы брахманд, и каждая джива, она блуждает по разным брахмандам, в соответствии со своей кармой. И когда в сукрите дживы, оно накапливается, созревает, тогда такая джива обретает возможность общаться с саду. Но не у всех достаточно удачи для того, чтобы встретить саду. Бывает, что саду есть, но человек не общается с ним. Если у человека нет шрадхи, нет веры, даже после того, как он встретит саду, этот человек, он будет просто как комар. Знаете, как комар? Он общается с саду, садится, кусается. Как комары получают общение с саду? Комар пьет кровь с саду. Но на самом деле это не общение с саду. Если вы сидите рядом с саду, это не называется общение с саду. Вы должны принять учение этого сада, исследовать его наставления. Об считании черепа, где-то говорится. Если вы хотите достичь Кришна премы, вам необходимо следовать трем правилам. Сколько? Три. Три правила. Что это за три правила? Это первое. Что это значит? Вы должны взять пыль с лотосным стоп саду. Это первая строчка, это шлаки. А второе, это это вода с лотосным стоп, вода, которая была мыта из стопа, а далее вакта вакта шеш. Это остатки пищи от чистого Вайшнава. Если человек примет это, тогда человек сможет прийти прямо на дамунию. Он говорит о том, что он Шримад Бхагава там. Там описывается разговор между Нарда Муни и Весады. Мы должны слушать эту историю, особенную историю жизни Нарда Муни. Она очень поучительна. Когда мама была пять лет, моя мама стала вдовой. Это значит, что его отец наставил тело, и поэтому мама стала вдовой. Итак, мама, она в одиночку заботилась о нем, о своем сыне. Однажды Санта Махатма Даже не один их было несколько. Это была Четурмасия. Вы знаете, что такое Четурмасия? Когда у нас настевает Четурмасия, какой месяц есть Четурмасия? Шраван, Бхадра, Асин и Картик. Это четыре месяца, в соответствии с Вечнанским календарем, связаны Четурмасия. И также это описано в паре Бхактаве Васи. Итак, Санта Махатма, Саду. Они проходили рядом с моим домом, рассказывает Нарда Муни. Ранее Саду никогда не останавливались в домах греха. Они всегда находились за пределами дома. Много разных правил было в то время. Ранее Санта Махатма Ранее Санта Махатма Ранее Санта Махатма Ранее Саду, Бхактава, Асин и Картик. Она становится р periodicем Ранее Санта Махатма Ранее Санта Махатма Ранее Садсuran Ранее Санд topic Ранее Садсuran на самом деле в обычное время саду ходит здесь и там почему так происходит потому что он будет оставаться в одном месте то он подумает что это место принадлежит ему у него начинает появляться привязанность и жена саду каган агдега хакен а чармаш саду каган агдега хакен кэн ой чармаш сады нианголу палан кухе хакен кейсикамин вращается он не обрастает Месяц мы должны принимать йогурт, далее ассир мы должны принимать молоко и на карте мы должны принимать горчичные зерна, каковы правила. Но представьте, если бы они в этом месте также ходили бы здесь и там, то они не смогли бы следовать сам этим правилам. Ведь саду они поддерживают свою жизнь с помощью бикши, то есть они просят подаяния и то, что они получают в пищу, то они едят. И поэтому в течение Чатурмаси саду они находятся в одном месте и совершают свой баджан. Итак, на ракомоне он рассказывает свою историю. Он говорит, что во время Чатурмаси несколько саду они проходили не у моего дома. Что делают саду? Они совершают баджан сами и помогают другим также совершать саду. Если саду не будет давать хрикатку. Саду не будет давать хрикатку. Работа саду это совершает хрикатку. Он сказал, что моя мама каждый день ходила в это место, где они принимали просаду. Она организовывала до них анадовые лица, с которых они ели. Это были тарелки. Как саду они принимают просад? Они едят просад с банановых листьев. Если вы отправите в Джаганатхапуре, там на Анандабазаре, если будет принять просад там, то вам обязательно дадут тарелку в виде бананового листа. На самом деле, Махапасад должен всегда раздаваться на банановых листах. Но где же сейчас их найти? Где найти банановые листья? Сейчас мы покупаем такие пластиковые тарелки или бумажные тарелки. Это неверно в соответствии с правилом. Но что теперь делать? Время, место и обстоятельства. Поэтому в зависимости от этого мы должны следовать. Итак, моя мама служила саду каждый день. Она мыла то место, где саду принимали пищу, где они принимали просаду. Также она организовала для них тарелки в виде банановых листьев. Она омывала их водой. Нарада Муни, он рассказывал, что в то время он был очень маленьким. Я слышал Хари Катху от Исмодовского куст саду. И я также немножечко служила. У них были Ачиманицы. Ачиман Патра называется. И я мыл эти. Это такие маленькие чашечки, которые саду делает Ачиман. И наполнял новой водой. Я слышал Хари Катху с большим любопытством и саду. Они были очень довольны мной. Когда кто-то слушает Хари Катху с большой жаждой и любопытством, тогда саду очень доволен такой личностью. Потому что саду хочет, чтобы Джива освободилась из-за того материального мира. И это возможно только с помощью Хари Катхи. Я слышал Хари Катху от Исмодовского кусты. Я слышал Хари Катху от Исмодовского кусты. Только если вы будете повторять в каком-то уединенном месте, ваше сердце не очистится. Потому что мы повторяем Хари Катху с аппаратхой. Это нама аппаратха. Но если человек будет слушать Хари Катху из лотосных уст, саду, и после этого он будет повторять Святое Имя, тогда вы сможете повторить только Шуда Нам Честное Святое Имя. Если вы будете слушать Хари Катху от саду, тогда Хари Катха она войдет в ваши уши и дойдет до самого сердца. И тогда сердце сможет очиститься. Наивысшим видом Бхакти является Гуру Макхат Хари Катха. Необходимо слушать Хари Катху из Утсаду. Что интернет вообще не бывает. В Хари Катхе очень много сил и могущества. Если человек повторяет в уединенном месте Хари Катху, он будет повторять нама аппаратху. Но если такой человек будет слушать Хари Катху от истинного саду, то постепенно он будет повторять нама аппаратху и в конце концов сможет повторить Шуда Нам. Итак, что вам нужно делать? Вам нужно слушать Хари Катху из Утсад в Утсаду. Если вы не будете слушать Хари Катху от саду, тогда вы никогда не очиститесь. И поэтому, куда бы я ни ездил, я всегда говорю, вы должны слушать Хари Катху от саду. Он также рассказывает, что я слышал Хари Катху с большим непопуском и саду они были довольны мне. И когда саду они принимали Прасад, я по их разрешению принимал остатки их пищи. Игорь Штофанов, предлагает истинный на correctly! Садул Агх Sugda, в тренеде that Алхам Витим dinosaur. И так мы должны принимать осадки пищи от саду, пыль со стоп саду и воду, которую омывали стопы от саду, это очень могущественно. Продолжение следует... Махапрабху отправился на проповедь и тогда у него поделась температура и много докторов пришло туда. И все спрашивали, как возможно, чтобы ты избавился от этой температуры? Он сказал, мне нужна вода со стоп Брамана. Когда я приму ее, тогда моя температура уйдет. Итак, в читании Махапрабху он сам учит нас, Бхактапададхули, то есть это вода со стоп преданных, пыль со стоп преданных и осадки их пищи. Каждый день я принимала осадки пищи в саду. Итак, я сильно привязался к Харикадхе. Если у вас нет Сукрити с прошлой жизни, тогда у вас не будет вкуса к слушанию Харикадхи. Об этом говорится в сочетании Харикадхи. Бхагаван Шихари, Сам Господь, Он говорит, что если у вас нет вкуса к Харикадхе, если вы следуетесь другим правилам предписания, то все будет бесполезно. Поэтому ведь говорится, что у нас должен быть вкус к слушанию Харикадхи. Все должны следовать Варна Шамадхарме. Все должны следовать ей. Но если человек следует Варна Шамадхарме, но при этом не слушает Харикадху, у него нет вкуса Харикадхе, так же это будет бесполезно. Так, наверное, дому не рассказывают. Я ходил в саду, принимал воду, в которой омывали стопы с саду, так же принимал садки пищи от саду. И каждый день я делала это. И результатом этого стало то, что я обрел ништу в Харикадху, веру. Если у вас нет веры в Харикадху, то вы не получите никакого блага. Инардамуни, он рассказывает историю своей жизни. Он рассказывает, как в Бхакте проявилось его сердце. И так, уже практически закончились эти четыре месяца Чатурмати, Инардариши. Он сказал, о, мама, мама, она была очень привязана ко мне. И вечером моя мама забирала меня от саду обратно домой, а я хотела остаться с ней. Но моя мама, она силой забирала меня домой. Я очень сильно плакала. Я говорил ей, я никуда не пойду. И однажды я молился Господу. О, Прабу! Моя мама является препятствием на пути моего Бхакти. Я хочу находиться вместе с саду. Но моя мама, она силой забирает меня домой. Тогда Прабу. И тогда в один день мама Нардамуни, она доила корову. И что произошло? Прямо сзади подползла одна кидовитая змея и укусила сзади маму Нардамуни. И она оставила тело. И теперь Нардамуни он подумал, теперь у меня больше нет препятствий на пути к Бхакти. И он оставил все и отправился к саду. Он закончил с четвермасси. Саду он пролил на меня милость и дал мне мантру Омнамо Бхагавате Васудевая. Все повторяйте? Омнамо Бхагавате Васудевая. Омнамо Бхагавате Васудевая. Это мантра, если мы будем повторять ее, то мы сможем обрести мантру сиддхи. Эта мантра так называется? Сиддхи мантра. Если кто-то будет повторять эту мантру, тогда он сможет обрести сиддхи. Нет никакой сомнения. Нардариша говорит, куда бы саду ни отправлялись, я везде следовал за ними. И я ходил везде с ними по всем святым местам и все время находился садом. И так у меня появилась жажда вслушания харикатхи и также появилась жажда получить даршин Господа. Когда человек будет слушать харикатху с жаждой и любопытством, тогда однажды у такой личности появится жажда получить даршин Господа. И однажды я замолился к Богу, пожалуйста, даруй мне свой даршин. И тогда Господь, Он милостиво, буквально на одно мгновение подарил мне свой даршин. Он проявился буквально на одно мгновение, на одну секунду. Господь, Он проявился передо мной. Господь был настолько крысок. Он проявился передо мной в четырех рукой форме. У него как была шанка, чакра, гадара, падма. На его шее была баджайна-химара. Когда я получил его даршин, то я потерял сознание. Когда человек получает даршин Господа, он не способен стерпеть этой красоты и терять сознание. Когда я вернулся обратно в сознание, то я взывал к Господу. Я говорю, о Господь, Твоя форма настолько прекрасна. Пожалуйста, снова пристань передо мной. Но Господь сказал. Он услышал голос с небес. О, народа, ты получил даршин Мои прекрасные формы. Но в этой жизни ты больше будешь не способен увидеть Меня. Если ты хочешь увидеть Меня снова, ты должен будешь оставить это тело. Когда ты придешь в Мою вечную обиде, только тогда ты сможешь снова увидеть Меня. И когда я услышал это наставление от Господа, то я подумал, что же не теперь делать. Банавас это когда человек он проживает один в лесу и Нардариш он также решил находиться в лесу в полном одиночестве он подумал что если я буду жить среди людей то мы обязательно будем говорить на материальные темы и тогда я решил жить один в лесу я ждал когда же мое материальное тело оно умрёт я получу духовное тело когда же я смогу снова созерцать прекрасный опыт Господа итак я жил один в лесу и у меня не было абсолютно никакого общения я совершал Киртан Господа Нардамуни Бхаджая Бина Нардамуни он играет на вине и поет Нардариш он находился в абсолютном одиночестве в лесу и повторял Хариан. И он ждал, когда же он будет способен оставить это бренное материальное тело. Это тело, которое состоит из пяти материальных элементов. Когда же я получу духовное тело, в котором я смогу созерцать прекрасный, транслятный образ Господа, который состоит из трех элементов Са Чи и Ананды. И в шастрах говорится, что единственным способом достичь Господа, обрести Бхакты, является общение саду. Это пыль со стоп преданных, вода, которые были омыты, стопы преданного и остатки пищи в саду. Это внешнее значение? А что же является внутренним значением? Бывают люди, они силой берут пыль с лотосным стопом в саду. Мы должны следовать наставлениям в саду. Это истинное значение. Что такое двули, пыль? Это значит, что вы должны следовать наставлениям в саду. Вы не должны идти спереди в саду. Мы должны следовать наставлениям в саду.